Друзья, всем привет! Ну что, здравствуй, 2021 год, как говорится, да? Вы знаете, многие думают и верят в то, что 2021 год будет, конечно же, не таким страшным. Во-первых, он не високосный, как 2020, и все скоро вернется в хорошее русло, все будет хорошо у нас с вами в жизни, закончатся эти всякие вирусы, пандемии и так далее. Но вы знаете, когда-то давно, когда-то давно я, ну где-то случайно, не помню, то ли какая-то была передача, то ли была какая-то типа прямого эфира, то ли я где-то читал новости, увлекался этим. В общем, вы знаете все такую, да, провидицу Вангу. Я вот помню, что она говорила, что в 2020 году на мир снизойдет какая-то вспышка, да, чего-то, какой-то болезни, инфекции или вируса, в общем, очень много людей погибнет. Вот так вот она рассказывала. И самое страшное, что значит этот вирус, это зараза, как она говорила. Почему я всегда говорю заражение 2020, да, потому что я просто мне это вот слово запало вот как-то глубоко в подпорку. И я всегда говорю заражение, потому что я, видимо, с того момента это запомнил. И я помню, что она говорила так, что значит заражение придет с востока, значит накроет весь, всю Европу, ну а в Европу, Америку, ну соответственно, да, вот весь евразийский, американский континент. Но, говорит, это заболевание, это заражение будет длиться примерно год, и оно будет очень страшное. Значит, от него не будет лечения, его не смогут никак предотвратить. И самое страшное, что, говорит, когда это заражение попадет на африканский континент, там оно смешается с другим очень страшным заражением, которое уже было на планете. А вы помните, что на африканском континенте у нас несколько лет назад, я не помню сколько лет, там 5, 6 или 10 лет назад был этот вирус Эбола, или как он назывался Эбола, я уже не помню, как он там проявлялся, какие у него были симптомы и так далее. Но я помню, что вот была вот такая вот ерунда, которая называлась Эбола, тоже очень много людей именно на африканском континенте заразилось. И вот эта вот Ванга, она рассказывала, что заражение, которое пришло с востока, пришло в Европу, и потом дошло до африканского континента, и там каким-то образом мутировало, и как-то скрестилось, и что-то еще с другим заболеванием, которое было до этого. Ну вот я понимаю, что это Эбола, да? И оно потом, говорит, вернется в Европу с новой силой. И вот тогда, говорит, что будет просто тотальный беспредел, тотальная смертность и так далее. Друзья, я, конечно, не гадалка, я не провидец, конечно, мы будем наблюдать, что происходит, но просто я вам рассказываю свои мысли, что я об этом знаю, да? То есть я об этом вот не помню, где-то я прочитал, посмотрел. Ладно, давайте ближе к сути. И сегодня я читаю новости. Африканский ученый, который первым обнаружил вирус Эбола в Африке, предупредил, что в Конго, возможно, появилось новое смертельное заболевание. По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки. При этом тесты на Эбола и другие известные заболевания дали отрицательные результаты. Как говорится, 2021 год, привет. То есть вы понимаете, о чем, да? Что там какое-то появилось непонятное заболевание. И CNN сообщает, что, значит, они дали эти тесты отрицательные результаты. По словам ученого, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания, которое будет таким же заразным, как заражение 2020. Однако смертность от него составит от 50% до 90%. Это вот пишет CNN. Вот это не мои выдумки. Вот, пожалуйста, CNN. Вот. Друзья, я не нагнетаю. Я не даю какую-то лжеинформацию. Да, то вы можете сейчас написать что-то. Тут панику нагонишь. Нет, никакой паники нет. Это все я беру из открытых источников. Также вот вы можете прочитать и пересказать. То есть я это ничего не выдумываю. Не надо. Тут же, значит, сразу следующая новость после этой Эболы. Опять же, понимаете, об этом в газетах не пишут. Об этом пишут телеграм-каналы, которые вкидывают правду. А из них уже новостные СМИ берут то, что выгодно им преподнести в данный момент для населения. Итак, Путин поручил правительству до 20 января, то есть вот осталось буквально две недельки, разработать идеи по введению иммунных паспортов. А что это такое? Этот сертификат о наличии прививки от заражения 2020 позволит россиянам пересекать границы. То есть, друзья, до 20 января будет введена идея по внедрению иммунных паспортов. После 20 января дадут еще пару месяцев, чтобы эту всю идею допилить и, соответственно, всех уже потихонечку прививать. Я вот так скажу мягенько, да, и, соответственно, потом без вот этого сертификата никуда не выйдешь, не вылетишь и так далее. Без этих сертификатов о вакцинации из России нельзя будет выехать или попасть в нее. Правда, такой документ должны будут одобрить и в других странах. Но будем, конечно, надеяться, что все будет хорошо и не заставят нас как бы это все это все-таки делать. И следующая новость, которая тоже вот со всеми этими новостями, можно сказать, как тематическая арка. Зоозащитники перед Новым годом спасали почти 700 летучих мышей. Кто-то обнаружил и... а, кто-то выкинул мышей в мусорный бак, когда обнаружил у себя их дома. Рукокрылых подобрали волонтеры, накормили и уложили спать. А уже в апреле их выпустят на волю. Ну, спасибо, что хоть не съели. И, друзья, сейчас будет, наверное, зрелище не для слабонервных. Просьба отвернуться от экранов. То есть, смотрите, кто-то обнаружил мышей у себя дома каким-то образом. Да, вот вы такие просыпаетесь, смотрите, у вас куча 700 летучих мышей. И вы такие пошли их отнесли в бак. Посмотрите, как это происходит. Вот они, летучие мыши в мусорном баке, суетятся. Вот их волонтеры перекладывают в коробки. Из мусорного бака достают. Я не знаю, конечно, кому надо было этих мышей вытаскивать из дома, складывать их в мусорный бак вот таким вот образом. Может быть, все-таки мыши эти искали просто пропитание там в этом мусорном баке и рылись, чтобы это пропитание себе найти. Я выражаю огромную благодарность данным волонтерам, что они хотя бы не съели этих летучих мышей, потому что можно было подхватить еще одну какую-нибудь заразу. А может быть, друзья, вот сейчас вот эту новость нам показали, и через недельку мы узнаем о том, что волонтеры отравились, потому что они спасали летучих мышей, и теперь все. Теперь они являются нулевым каким-нибудь человечком, пациентом, которые подхватили какую-нибудь страшнейшую болезнь. В общем, друзья, здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, 2020 год. Мне, конечно, очень хочется, чтобы он был позитивный, мне хочется, чтобы он был очень хороший. Но будем искать хорошие новости, позитивные для вас и радовать вас своим присутствием, так сказать. Так что, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, счастья, здоровья, любви, удачи, приятного настроения в новом году и всех-всех-всех благ по жизни от души, друзья. Всем пока-пока и берегите себя. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на телеграм-канал, в моем телеграме вы увидите все, что только можно, интересного. И, конечно же, все у всех будет очень хорошо в новом 2021 году. Будем надеяться на лучшее. Все, друзья, пока-пока и до новых встреч.